Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам о том, как проходит мое обычное школьное утро. Начнем с того, что я просыпаюсь абсолютно всегда с прекрасным настроением, потому что что может быть лучше того, чтобы проснуться так рано и пойти в любимую школу. Потом, абсолютно всегда первым делом я надеваю свою корону, а точнее ободок с какашкой. Далее я включаю на компьютере музыку и начинаю делать зарядку. Я специально ради этого стою на полчаса раньше, потому что спорт это жизнь. Вот лично я никогда не понимала людей, которые по утрам не занимаются зарядкой, потому что, во-первых, это очень полезно, а во-вторых, заряжает огромной энергией на весь оставшийся день. После того, как я позанималась зарядкой, я иду вниз, чтобы покушать. Я просто обожаю готовить, особенно завтраки, потому что готовить утром это просто что-то прекрасное. И всегда получаются очень вкусные и изысканные блюда. Ну вот вы только сами посмотрите. Вот такая вкусняшка у меня получилась сегодня. Вот я смотрю на это все и представить не могу, насколько же это вкусно, потому что выглядит очень аппетитно. Конечно же, я пользуюсь хорошей привычкой выпивать стакан воды по утрам. Это тоже очень хорошо и полезно. А вот уже потом я начинаю кушать. И, конечно же, я была права. Сегодня все получилось безумно вкусно. Так что обязательно готовьте кушать по моим рецептам. Ну а после того, как я все скушала, я, конечно же, убираю и мою за собой посуду. Я обожаю, когда дома чисто, поэтому это нужно сделать обязательно. Следующий план по списку действий — это выбор одежды. У меня очень много классной одежды, и мне всегда очень сложно выбрать, что же мне надеть. И обычно на выборы уходит очень много времени. И, как вы увидите, сегодняшний день не исключение. Я опять очень долго думала, что же мне надеть. И все-таки с большим трудом и усилиями я смогла выбрать вот этот потрясающий зеленый костюмчик. Мне кажется, он отлично подходит под мое сегодняшнее радостное настроение. И, как я говорила несколько минут назад, я обожаю, когда дома порядок и чистота. Именно поэтому я сразу убираю все на место. Ну а теперь, конечно же, я иду умываться. Если вы на меня давно подписаны, то вы знаете, что я очень обожаю разные скрабы для лица, маски для лица. И вообще, я просто обожаю ухаживать за своим лицом, поэтому я очень долго провожу время в ванне, пока умываюсь. Также я пользуюсь всякими духами, чищу зубы. В общем-то, делаю все, что только можно. Я же все равно встаю очень рано, поэтому у меня куча времени, чтобы поухаживать за собой. Зато после всех многочисленных процедур я чувствую себя просто на все 100%. После того, как я умылась, я опять возвращаюсь в свою любимую комнату. И в этот раз я буду наводить красоту. У меня очень много красивой, крутой и качественной косметики. И, как вы уже наверняка догадались, сейчас я буду краситься. И обычно на это тоже уходит очень много времени, потому что я хочу сделать все просто идеально, ровно, гладко и красиво. И, конечно же, именно по этой причине я очень долго стараюсь. Ну вот и все. После этого всего я радостно бегу в свою любимую школу, на свою любимую учебу. Какое же у меня идеальное утро, подумали вы. Ну а сейчас я покажу, как оно проходит на самом деле. Я очень долго и сложно просыпаюсь, потому что вставать рано утром это трудно, плохо, ужасно, отвратительно и все такое. Поэтому, конечно же, у меня настроение соответствующее. Очень ужасное, плохое и грустное. Но, конечно же, сначала я надеваю свой любимый ободок с какашечкой. Потом я включаю свой компьютер, чтобы посмотреть время. И понимаю, что я, как обычно, проспала. У меня начинается паника, я начинаю бегать по комнате и не понимаю, что мне делать. Потому что дел очень много и я вообще не понимаю, за что взяться первым. Но, так как я люблю покушать, конечно же, я сначала пойду приготовлю завтрак. Да-да, вам не послышалось. Я иду готовить завтрак. И встречает меня на кухне грязная посуда, которую я не помыла еще вчера. В общем и целом, кое-как я начинаю, не пойми, с чего готовить какую-то непонятную фигню. Из продуктов беру первое, что попалось под руку, с кастрюлями, тарелками и так далее, то же самое. И начинаю очень быстро готовить. Причем настолько быстро, что сегодня я аж порезалась, пока чистила картошку. Это было очень больно, поэтому пускай картошка будет недочищенная. Не, ну а что, зато другие пальцы останутся целыми. Конечно же, потом начался пожар, без этого никак. И я поняла, что мне не судьба поесть, поэтому иду собираться голодная. Так как я опаздываю, у меня вообще уже не остается времени, я делаю вид, что умылась, потому что на нормальную умывку у меня времени нет. Дальше я бегу в свою комнату надевать первое, что попадется под руку, потому что решать времени нет. Потом пытаюсь как-то замазать свои прыщи, но получается все только хуже, поэтому я бросаю эту затею. И бегу по всему дому искать свой рюкзак, который, как обычно, где-то потерялся. В этот раз я нашла его в бассейне, обрадовалась, а потом заплакала, потому что он оказался несобранным. Так что теперь мне придется опять бежать в свою комнату и собирать просто что увижу. У меня нет времени вспоминать, какие у меня уроки, какие мне нужны учебники, поэтому просто запихаю то, что найду. В любом случае, это же лучше, чем ничего, правда? Ну и напоследок я иду в свою любимую школу в своем отличном, прекрасном настроении. Всем спасибо за просмотр, всем удачной и легкой учебной недели. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok